Уважаемые гости, уважаемые активы, с Вашим разрешением мы начнем сегодняшнее наше мероприятие. У нас повестка дня сегодня встреча представителей духовенства Республики Дагестан с активом Хасаритовского района. На встречу с активом района приехали представители духовенства Республики Дагестан, уважаемые Олимпы. Я наших гостей представлю вам. Это у нас Гаджи Мухаммад, работник отдела просвещения Думы. Хамирзаев Раджак, представитель Совета Имама Хасаритовского района. Кубан Дибиро Мухаммад, работник канонистского отдела Думы Духон управления. Абдрахмана Мухаммад, помощник Мухтия. Нуху Умар, проректор ИТ и МО. Гаджи Мухаммад, главный редактор газеты «Мару Ислам». Дарвиш Мухаммад Ариф, зам декана ИТО и МО. Магомед Мухаммад, декан медиков профилактического факультета Дарвик Медакадемии, доктор медицинских наук. Абубакару Хасмуаммад Хаджи, представитель фонда имени Саид Мухаммад Хаджи Абубакару. Я хотел приветствовать всех наших гостей и вас от имени главы муниципального образования Саидовского района, от имени депутатов и администрации района. Тема и поездка встречи я вам сказал. И дальше слово для ведения нашего собрания предоставляется Гаджи Мухаммада. Пожалуйста. Дорогие братья, уважаемые сестры, очень отрадно сегодня встреча здесь у вас в Саидовском районе. Тем более, сегодня у нас серединный день, благословенный месяц Шабан, в котором Аллаху Таалла собывают тысячи-тысячи грехов. И мы находимся накануне месяца Рамазана, в котором Аллаху Таалла также для тех праведных своих братьев, праведных своих рабов, обещал великую награду. И первым я бы хотел предоставить слово председателю Саидовского района Хамирзаеву Раджи. Пожалуйста. Дорогие братья, дорогие сестры, приветствую всех, кто собрались сегодня в этом встрече. Аль-Хамду лиллах, хвала Всевышнему Аллаху, что Он собрал нас в этом прекрасном зале. Как мы сегодня здесь собрались, пусть Аллах соберет нас в Судный день вместе в район. За эту встречу хочется в первую очередь поблагодарить руководство района за то, что они дали такую прекрасную возможность, что могли встретиться с вами. И, иншаллах, уверен, от этой встречи получат пользу не только присутствующие, но даже те, которым не удалось участвовать в этом мажлице. Цель нашей встречи – довести требования ислама, вопросы ислама до каждого жителя района. Не случайно здесь собрались начальники отдела, руководство района и глав районных поселений, поскольку на вас лежит ответственность за благополучие и спокойствие людей района, нельзя забывать, что Всевышний Аллах поручил начальникам, руководителям и имамам в Аманат доверие для распределения имущества людей должным образом. В книге Саида Афанди Кудеса «Сыру Азиз» написано о том, что на какую бы высоту народ не поднял тебя, нельзя забывать, что ты, прежде всего, простой раб Всевышнего Аллаха. Нам известно, что среди искренних и чистых рабов никогда не возникают споры и решаются любые трудные моменты и трудные проблемы. Мы должны, прежде всего, чувствовать себя рабами Всевышнего Аллаха и знать, что без воли Аллаха ничего не происходит в этом мире. И в священном хадисе говорится «Саиду лькауми хадиму хум» – «Господин народа есть слуга народа». Это означает, что начальство и руководство, будь то исламское или светское, должно заботиться и беспокоиться о своих подчиненных, решать их проблемы и помогать им по мере своих сил и возможностей. И, альхамдуллах, поскольку сегодня у нас программа очень насыщенная и выступающих очень много, я не стану долго говорить и хочу поблагодарить всех присутствующих и особенно наших алимов, которые приехали нам в гости. И надеюсь, что подобные встречи по вопросам ислама и дальнейшим будут продолжаться. Иншаллаху рахман. Спасибо. Вассаламу алейкум. Вассаламу алейкум. Вассаламу алейкум. Пусть Аллаху Таала останется с вами. Уважаемые братья и сестры, самое ценное создание Всевышнего Аллаха – это человек. Для человека созданы все эти нямат, все эти блага. И Аллаху Таала обязал нас, чтобы мы относились друг к другу с уважением и почтением. О некоторых обязанностях наших по отношению друг к другу мне бы хотелось попросить Владимира Мухаммада, работника Калининского отдела Духовного управления Мусульман Дагестана, рассказать об этом. Пожалуйста, Владимир Мухаммад. 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 эта гордость, которую Аллаху Таалла порицает. Если ты увидишь младшего человека, чем ты, возрастом, то ты убежденно знаешь, что он лучше, чем ты. Почему? Потому что у кого мало лет в жизни, у него мало грехов, и Всевышний Аллах любит тех, у кого мало грехов, поэтому он лучше, чем ты в этом плане. А если ты увидишь знатного, то есть знающего человека в религии, или же в светских знаниях, то ты убежденно знаешь, что он лучше, чем ты, поскольку ему, Всевышним Аллахом, даровано то, что не даровано тебе. Если ты увидишь невежду, то есть не знающего человека, то тоже знай убежденно, что он лучше, чем ты, поскольку ты грешишь или ослушаешься Аллаха, зная, будучи осведомленным этого дела, а он грешит или нарушает тот или иной закон, не зная, поскольку незнание, оно, как бы с Вишним Аллахом, некоторое облегчение ожидает. Поэтому, может, есть надежда, что Аллаху от Аллаху простит его из-за того, что он не знал, а довод в судный день для тебя, что ты знал, и из-за этого, зная, нарушал для тебя худжа, доказательство у Аллаха сильнее будет, и у тебя не будет отговорки в судный день. А если ты увидишь даже неверующего человека, то есть немусульманина, что в наши дни очень нам нужно знать эту обязанность, эту обязанность, тоже знай, Год, что он лучше, чем ты. Вот здесь-то, можно сказать, у кого-то возникает вопрос, почему. Имам Ахазали говорит, что, есть надежда, говорит, что этот человек, даже если сегодня он неверующий, он может уверовать по воле Аллаха, и начнет с чистого листа, и все его грехи, погрешности будут смыты, и он выйдет из своих грехов, как эта волосинка выходит из масла, и вот так он выйдет из грехов, и он станет чистым человеком. А твоя жизнь, не знаешь, какого она будет, конец твой, какой будет, с верой или без веры, поэтому в данный момент сказать, что ты лучше, чем не мусульманин, тоже себе сердце не пускай говорит. И если последовать сегодня этому совету имам Ахазали, что получается, если каждый человек видит другого человека, как человека или как мусульманина, разницы нету. Если каждый человек видит, что он лучше, чем сам, тогда же у нас никаких споров, никаких руганий и драк или убийств не будет, поскольку он не будет поднимать руку на того, кто лучше, чем он. И дай Аллах нам, чтобы мы всегда видели друг друга лучшими, видели, чтобы Аллаху Таала наделяет каждого своим благом, и в дальнейшем, чтобы наше общество улучшалось именно этими превосходными качествами. вассаляму алейкум варахматуллахи вабаракатуху. Дорогие братья и сестры, в достоверном хадисе пророка говорится о семи категориях людей, которые тяжелый судный день будут под тенью Аши. И первым человеком пророк упомянул это справедливый правитель. Самый любимый раб Аллаху Таала это справедливый правитель. И в связи с этим я бы хотел попросить Абдурахмана и Мухаммад и помощника муфтия рассказать о том, какую награду ждет справедливый правитель. Ислам это справедливость в отношении между личностью и обществом, обществом и государством, государством и личностью. Справедливость в Исламе основополагающая фундаментальная ценность. Тот, который не умеет быть справедливым по отношению к себе, он не может быть справедливым и по отношению к другим. Справедливостью по отношению к тем, кто ниже тебя, является отдавать им их права и не ущемлять их достоинства. В работе требовать с них соразмерно по их возможностям, не заставляя их дела то, что им не по силам. И руководитель берет за это большую ответственность. Если он не будет справедлив, он будет сурово наказан за это в судный день. Есть очень много хадисов, которые говорят о справедливом руководителе, о его ценности, и также хадисы, которые говорят об опасности, если руководитель несправедлив по отношению к подчинениям. В хадисе сказано, наилюбимый и наилюбимый Аллаху судный день человек это справедливый правитель, и сами ненавистные и далекие от Аллаха судный день человек это опять-таки несправедливый правитель. Любой властитель, который будет управлять делами мусульман, но не станет трудиться изо всех сил ради их блага, не сердечно относиться к ним, он не войдет с ними в рай. Если Аллах вручит кому-нибудь власть над мусульманами хоть чем-либо, а он откородится от их потребностей и от их нужд, судный день, Аллах тоже говорит, будет откородиться от него, от его потребностей. В действительности хадисы, переданные от Абу Гурайра, сказано, что судный день, когда не будет другой тени, кроме тени Всевышнего Аллаха, семеро будут находиться в махшаре под цену Аллаха. И первым из них упоминается справедливый правитель. Почему? Справедливый правитель это очень большая ответственность. Когда люди будут утопать в поту и люди скажут в судный день, о мой Аллах, отправь меня хоть в ад, не оставляй меня в этих муках, первым скажут, чтобы этот справедливый правитель зашел в рай. Почему? Потому что если он справедлив по отношению к другим, от него очень многое зависит. К этой категории справедливым правителям относятся не только правители мусульман, всей мусульманской умы, но и руководители мусульманских стран, областей, районов, сел, имами, руководители различных организаций, учреждений, учителя, главы семей и так далее. То есть все, кто руководит другими людьми и несет ответственность за них. Обязанностью этих руководителей разных уровней и рангов является поддержание порядка и справедливости среди тех людей, которым они руководят. В хадисе сказано каждый из вас пастух и несет ответственность за свое стадо. Как пастух несет ответственность за вот так каждый человек несет ответственность за тех, кто им подчиняется. Руководитель обязан делать для них благое, насколько это в его силах, не причинят никакого вреда им, а также распространять среди них ислам. Поэтому посланник Аллаха сказал, не будет ни одного человека из тех, кто руководил десятью, в другом хадисе даже сказано тремя людьми, которого бы не заковали в судный день в окове и не спадут эти окови, кроме как и справедливостого порядка, который он наводит. Абу Хурайрад передал, что посланник Аллаха сказал, о Абу Хурайра, наведение порядка в течение одного часа лучше поклонения 60 лет с проведением дней в посты, а ночей богослужений. О Абу Хурайра, несправедливость, творимая правителем в течение одного часа, перед Всевышним Аллахом, хуже грехов, совершенных в течение 60 лет. Кто руководит некоторым количеством мусульман и при этом творит несправедливость зульм, не старается творить благое, насколько его силах, или кто притесняет людей, того Аллах проклиняет, ввергает его в ад, делает ему запретным рай, и даже запах рая он не почувствует, так сказано в хадисах. Несправедливостью, безответственностью, предательством, руководителем и чиновнику по отношению к Аллаху и его посланнику, салли Аллаху, али васслам, является и снятие с должности компетентного, принесащего пользу людям и обществу специалиста и назначение на его место того, кто дал взятку или кто предан руководителю лично. Аллах проклял таких руководителей и не примет их благие деяния, как обязательных, так и добровольных. В достоверном хадисе, данное имамом Хакимом, сказано, что руководитель, если такой руководитель, он предатель по отношению к Аллаху и его посланнику. Есть очень много примеров справедливости руководителя, как Умар Асхаб, раздель Аллаху из-за его справедливости правитель в то время даже у него не было места не только такого дворца, даже охраны не было. И когда иранские посли подошли, пришли и начали спросить, где дворец Умара, они сказали, он отдыхает под этим деревом, и когда нашли его спящим, без никакой охраны, без ничего, правитель того государства во время Умара полмира уже в руках мусульман, тогда они сказали, ты был справедлив, говорит Умар, по отношению к себе и к другим, ты сделал везде Аммара, то есть ты исполнил все, что ты взял на себя, и ты спокойно спишь, говорит Умар, дай Аллаху чтобы у нас тоже было такое спокойное время, и такие богобоязвенные правители, вассаляму алейкум урахматуллахи варакат Дорогие братья и сестры, есть хадис пророка что все деяния раба прекращаются когда он умирает, кроме трех. Первое это садакат анджария, это та помощь, то деяние, которое он оставил и приносит пользу для людей. К примеру, построил мечеть, медресе, провел дорогу, провел воду, пока люди пользуются этим, этот человек умер, но он получает пользу. Второе это знамя, которое пользуются люди. Может быть книгу написал или кого-то научил благому деянию. И третье это сын или дочь, которых он воспитал, дал достойное воспитание исламское и которое делает ему да. И связи с этим я бы хотел дать слово о важности исламского образования, о том, что это необходимо вновь его имару, проректору институту теологии и международных отношений. Пожалуйста. Бисмилля рахман рахим. Проблемы образования вовше и исламского образования, в частности, конечно же, мы все знаем, заключается в том, что мы до сих пор учимся читать, понимать прочитанное, понимать услышанное и следовать этому. И в этом для меня самого являются такими примечательными такие примеры, когда один алим сказал, что он заметил, что его собственная скотина не слушается, когда он сам ослушался Аллаха. И другой пример, когда мой язык говорит для чьих-то ушей, самые близкие уши, это мои собственные уши. Если я говорю то, что я сам не соблюдаю, конечно же, другие меня не услышат и не будут соблюдать то, к чему я призываю. Точно вот эта проблема, как раз таки проблема учителей и учеников, проблема старших и младших, она всегда была и остается в основе проблем образования и по сегодняшний день. Я думаю, что мы за эти 5-7 минут, которые предоставляют каждому выступающему, не сможем раскрыть эти все проблемы, хотя каждая эта тема, каждый выступающий достойна того, чтобы об этом часами говорить и много на сегодняшней встрече достаточно, чтобы вы обратили на это внимание и дальше начинали размышлять и принимали правильные решения на том месте, где вам, Аллахам, дана возможность и на нас дана возможность и возложена ответственность за это. То же касается этих проблем, до сих пор еще нужно отметить, что мы не решили с противоречием религиозного и светского образования. Те люди, которые до сих пор отстаивают светскость образования, я думаю, что они немного заблуждаются и путают это с советскостью образования. Это я имею в виду, что тот атеизм, который заложен в то старшее поколение, он еще не закончился, и они это воспринимают как противоречие с религиозным образованием. Светскость нашего государства и светскость образования, которое есть в государственных структурах, она не вызывает и не определяет противоречия с религиозным образованием. Светскость это все лишь означает, что ни одна из религий не является государственной и все религиозные организации равны перед законом. И другого смысла ни в Конституции, ни в других законах по этой части не заложено. То, что необходимо сочетание так называемого светского и религиозного образования, мы с вами уже давно поняли, и Институт теологии международных отношений на своем примере я тоже показал. На всех факультетах, которые там есть, изучают и основы ислама, который все должны знать, и плюс к этому получают очень хорошее образование по своей специальности. Хотя потому, что человек, в котором воспитана богобоязненность, и который изучает собственную специальность на хорошем уровне, он будет хорошим специалистом помощником для руководителя в любой организации. И вот потребность этих исламских знаний мы все ощущаем. Мы об этом должны помнить не только во время Урза Байрам, а всю жизнь, и особенно в тот момент, когда мы видим, что наши близкие, когда уходят в могилу, нужно знать, что и нам тоже это предстоит. И ничего не должно нас удивлять, что когда все вокруг говорят, и мы сами себе напоминаем, что мы не только хотим умереть как мусульмане, а нужно и жить как мусульмане тоже. По этой части еще вот что. Нам сейчас в настоящее время векуматской организации и даже руководство России, руководство республики, район, города, все, сейчас предоставляют возможность свободно вести религиозное образование, и сами они даже финансируют медресе, мечети, все остальное, и сейчас противодействуют каким-то религиозным каким-то этим государственным организациям нет смысла. И даже когда дали возможность ввести в школьную программу арабский язык, мы до сих пор еще не поняли важность этого. мы думаем, что английский язык, немецкий, французский это важнее, чем арабский. Нужно над этим задуматься и каждому из директоров, из родителей, из всех остальных просто понять, что язык, он есть носитель культуры. И чем лучше мы будем знать этот язык, мы приближаемся к нашей близкой арабо-мусульманской культуре. Вы же помните те коммунистические времена, ну некоторые наверное помнят, были такие даже слова одного поэта, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Как мы должны восклицать, если мы говорим, что на арабском языке наш любимый пророк разговаривал? Как мы должны к этому относиться? Этот какой-то Ленин в какой-то период времени ввел заблуждение огромную массу людей, и мы до сих пор придерживаемся этого, своего любимого пророка, шафат, которого мы хотим получить, на который мы надеемся, мы не следуем этому. Я думаю, что над этим нужно задуматься. Еще один хороший шаг, который государственные органы нам дали, на уровне президента России, уже с этого года вводится школьная программа курс основы религиозной культуры и светской этики. И по этой части тоже многие заблуждаются и совершили уже ошибки некоторые. Хочу обратить внимание, что есть у нас еще возможность исправить это все и повести наших детей по правильному пути. По этому курсу выделены шесть модулей, в котором есть основы исламской культуры, которые мы с вами должны изучать. И эти модули не как ассортимент конфет, которые дети должны выбирать, а заложенные в Конституции право, что каждый гражданин имеет право исповедовать, изучать собственную религию или не изучать никакое. То есть там есть четыре модуля по основным конфессиям, ислам, христианство, юдоизм и буддизм. Есть мировые религии для тех крупных городов, в которых есть представители разных конфессий и где невозможно определить. И есть блок светской этики для тех людей, кто до сих пор считает себя атеистом. А у нас с вами, альхамдуллах, в районе, по-моему, нет ни одного селения, где есть представители христианства, юдоизма и так далее. Здесь все мусульмане. Альхамдуллах, это надо просто глупо. Для тех людей, кто это осознает, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. И для этого тоже есть специалисты, которые этим должны заниматься. В каждой части, каждую работу должен делать специалист. По этому, просто острый момент я так и обозначаю. У нас с вами уже давно в школах изучают такой курс, как и культура и традиции народов Дагестана. Это делается как раз таки для того, чтобы мы могли воспитать в наших детях культуру и традиции наших предков. Можно посмотреть по городу, по району, на улицах, насколько мы с вами и наши дети сохранили эту культуру. Наши предки никогда не ходили полуголыми и не сквернословили, о другом уже не говоря. А наши дети это все позволяют. Это означает, что тот учитель, который ведет этот предмет, и не только этот предмет, а особенно сейчас, я акцентирую внимание на этот религиозный предмет, основу религиозной культуры, он должен быть носителем знаний и носителем этой культуры, которую он хочет преподнести другим детям. Если преподавать физкультуру, идет человек с сигаретой в зубах и говорит, что курить нельзя, и который сам никогда не был в спортзале, этого человека слушать не будут. И если идет преподавать культуру и традиции народа Дагестана, один пример скажу остро, чтобы вы обратили на это внимание. в одном классе изучают тему имама Шамиля, и между детьми прошел спор, разговор, кем был имам Шамиль. Один говорит, что он был аварист, другой даргинец, третий чеченец, и все посмотрели на учителя. Учитель что скажет? Учитель говорит, да, я тоже слышал, что он был даргинец Чародельского района. Вот такой учитель идет преподавать этот предмет. Ну, что будет в головах этих маленьких детей. Чтобы здесь тоже мы не ошиблись, сейчас в четвертом классе это десятилетние маленькие дети, мы закладываем фундамент мировоззрения этого человека. Ошибаться нельзя. Еще последнее. В поисках религиозных знаний мы должны применить все методы и все средства. Издавно уже у нас в Дагестане сложилось так, что получение религиозного образования сосредоточено в семье. Старшие учат младших и вот таким образом. Но сейчас есть возможность идти в медресе. Религиозное знание нужно получать открытых, официально открытых, работающих в медресе. Не где-то за углом у каких-то знающих или не знающих людей, кто как это преподносит, а у официально открытых медресе. ислам институты есть, медресе есть, университеты, у нас сейчас очень много таких учебных заведений. И тех людей, кто ищет эти религиозные знания не там, обратите на это внимание, предупредите. Когда у нас что-то болит, мы ищем не знахаря какого-то за углом, под кустом и так далее, мы идем в больницу, официальную больницу. В больнице тоже мы ищем не какого-то врача, мы сразу спрашиваем, а какой врач самый хороший, самый лучший врачающий. Мы к нему обращаемся, готовы дать все, что угодно, обеспечить все его условия, чтобы он нам помог. Точно также знания тоже нужно искать в официальных учебных заведениях и у самых лучших алимов. Возможность есть. Даже детям и своим, и чужим, я очень часто говорю, если была возможность запретить пользоваться интернетом и брать знания о религии через интернет, я бы это запретил. Там очень многие молодые люди этим занимаются или в телефоне, или в компьютере и так далее, они через интернет ищут знания о религии. Этого делать категорически нельзя, когда у нас есть возможность, аль-хамдул-ля, за это тоже, воочию видеть лицом к лицу, можно видеть алима, можно к нему обратиться, спросить у него что-то и получить ответ, и тем более в судный день сказать, я у этого человека, конкретного человека показать пальцем спросил, он мне сказал вот так, я следовал за ним. В компьютере такого человека вы не найдете и ни на кого будет указывать. И поэтому своих детей и других детей нужно направить на то, чтобы они искали знания, это очень важно, у живых, нормальных людей, которых можно видеть, слышать, слушать и в официальных учебных заведениях, а не где-то в других местах. Таким образом мы сможем сохранить и культуру, и традиции, и религию нашу в таком виде, как нам передали предки. Мы за это несем огромную ответственность. И за каждое то мгновение, которое мы упустили, тоже несем ответственность. Дай, Аллах, чтобы мы сохранили это все и мы могли хотя бы оправдаться перед Всевышним, чтобы мы пытались, старались это делать. Слава Богу. Уважаемые братья и сестры, если у вас есть вопросы какие-то, вы можете записать на листочки и передавать. Ответим на них тоже. Действительно, Ирмаха же отметил положение благополучия общества зависит настолько религия и государство взаимодействует, насколько люди в этом обществе освящены вопросом религии. И когда мы это сами с вами глазами видим сегодняшний день, дорогие когда люди не понимая религию от имени ислама творят свои темные дела, занимаются убийствами, терроризмом, это сегодняшняя наша реалия, когда действительно, когда люди, молодежь, не знают о своей религии, вот это и происходит. А взаимоотношения в религии и государства я бы попросил рассказать на дарвича Мехамад Ариф, замдекана факультета теологии истуд теологии международа. Хорошо, пожалуйста. Алхамду что Аллах сотворил мусульманами и сделал в том государстве, где Аллах нам дал возможность вести свою религию как положено, как положено совместно с государством, помощью и государством. Государство, когда мы говорим, это в нем, которые входят люди, те же верующие люди, не другие, которые отрицают религию. Начиная президента России и оканчивая последним управляющим нашего района, администрации, или городского, или какого-то населенного пункта, все те же люди, которые Аллах сотворил сотворил и отправил для общества как представителями и эти тоже все богобоязненные люди, те, которые веруют, верующие люди. Государство, когда мы говорим и религия, это не отличается. Мы когда говорим о раба, чтобы она катилась, должно быть два колеса. Одно колесо это духовное управление, духовенство, люди, которые работают именно по этой части, а другое колесо это как раз управление государством. Если они оба места не будут катиться, это у нас то, что она останется на одном месте будет крутиться. И духовное управление останется на одном месте, и государство останется на одном месте. Если мы будем совместно те, которые органы, рабочие, работающие администрации государства, как мы вместе, которые работаем, если совместно друг друга поддерживая, что, которое мы знаем с духовной стороны мы будем говорить и государство будет говорить с той стороны, которая как положено, не выходя в рамки закона и не выходя в рамки шариата, если совместно будем вести то, что сегодня у нас творится в Дагестане, мы это не увидим. У нас до сих пор и был порядок, до сих пор у нас и была чистота, и мы знаем даже вот 500-600 лет тому назад, даже выше-больше, правителями арабских стран, Турции были дагестанцы. Почему? Потому что у них была вера, и они знали, они были богобоязвленные люди, они здесь научились от предков править государством правильным. Более мягкие, медийные и других странах, арабских странах правителями государственными. На сегодняшний день, когда мы говорим друг другу, вот например, государственные говорят, а это духовенство отдельно. Если мы друг друга отделят, а мусульманы все одинаковые. Например, мы на рынок идем, когда берем помидор, когда покупаем, пример скажем, да помидор, мы ищем какой из них лучший, плохой. Мы не говорим один тоже помидор, и какой попал, мы не берем оттуда. Из-за этого не надо отличать. А, мусульманы одинаково оставят и государство, и мусульманам тоже иметь в виду духовное управление, духовенство, ислам, которые религиозные люди, которые идут, чтобы они тоже духовные работники администрации государства, чтобы их тоже оставили. А, это тоже такой же членовник, такой же хаким, какой оставит. Нет, среди них тоже будет лучше. Надо выбрать, советоваться вместе ввести порядок у нас в этом государстве. Так что, который мы знаем на сегодняшний день государство, которое нам помогает. помогает в чем? Даже, к примеру, скажем, вот наш диктор проектов, тоже Марнуха говорила на счет института теологии. Человек, который соблюдает, изучает свою религию, как положено, отлично получает стипендию президентскую. Путин, который дает стипендию. Когда у нас было такое государство, которое помогало мусульманам? Мы знаем 70 лет, когда у нас был коммунизм, это все, да, вот, которые не разрешали. Даже видеть араба была проблема. Один из наших устазов, шейхов Дагестана, Абдухамед Афандухудзи-Сиро, он услышал при коммунизме, когда он в 70-е годы, что приехал араб учиться Астрахан. И то время видеть араба, это было как, как говорится, выше того, да, как видеть ангела. Такого уровня было. И он поехал в Астрахан увидеть этого араба, а тот араб увидел, что кто-то за ним следит, хочет, что кто-то увидит, он убегал от него. Ну, как-то они встретились, и он сказал, когда ты будешь домой ехать, возьми, говорит, мне с собой сумки. Спрячь, говорит, и забери меня туда в арабские страны, чтобы арабу видеть больше. А он сказал, не то, что говорит тебе, говорит, я иголку не могу отсюда вывезти туда. А на сегодняшний день государство нам помогает, и хадж, и студенты, и все зарубежные страны, которые мы отправляем, с духовного страны, с религиозной страны отправляем учиться, отправляем другие зарубежные страны, как и светские учиться, и кто их контролирует. И чем они оттуда к нам приходят, и как раз таки разрушить наше духовное управление государством. Если мы не будем держать друг друга вместе, не различая, а это духовник, а это чиновник, нет. Если мы будем вместе работать, у нас четко получится. И это до сих пор и будет у нас, и в России. Это не только 200 лет Дагестан, как ислам говорит, или 200 лет, как Россия ислам. В Дагестане 1400 лет исламом правил. Из-за этого это правление ислама, как раз таки на сегодняшнем государстве образовалось и сохранилось. Как мы знаем, Дербент, асхабы, которые к нам пришли, из-подвижники пророка, которые в Дербенте похоронены, кому такое счастье Аллаху Таула дал? Даже другим не посмотрят. Просто республика Дагестан. В других республиках есть такие места, в других государствах или краях есть такие места, где похоронены из-подвижники пророка. Во время возникновения ислама, с тех времен у нас находятся асхабы, и они были правителями, они были духовными, и они как раз таки были правителями области организации. Вот как раз таки это тоже мы все мусульмане. Хоть какой он чиновник не был, хоть какой он рабочий не был, все мусульмане. Мы должны знать, что мы выросли в исламе Дагестане, третье поколение уже когда идет в исламе, значит он мусульман автоматически становится. Этому человеку не приходится пойти за мной ислам принимать. Он уже мусульманин. Из-за этого человек должен знать свою обязанность мусульманина. Какой он хаким не был, он должен по закону, закон, который Хукумат нам поставил, не выходя из рамки закона, и не выходя из рамки шариата, который мусульман должен знать по исламу, который стоит. Если это как положено будет работать, иншаллах, наше государство сохранится, и дальше тоже пойдет как положено. Дай Аллаху нам всем как положено вести свою работу, и чтобы Аллаху сохранил нас в исламе, и сохранил всех баллах, которые на сегодняшний день мы увидим в нашей республике. Саламу алейкум. Ахмаду Аллаху. Ахмаду Аллаху. Ахмаду Аллаху. Ахмаду Аллаху. Дорогие друзья, уважаемые сурдцы, это же век, в котором мы живем, век науки. И Аллаху Таала время от времени действительно дает нам знать о своем существовании, дает нам, показывает нам свои знамения, И об этом, о научном Иржазе я бы хотел попросить Мухаммад Хаджи, Гаджи и Мухаммад Хаджи. Главный редактор Казахстан, пожалуйста, Мухаммад Хаджи. О том, что действительно научный Иржаз имеет такое радикальное значение, я понял, вот недавно отец у меня лежал в больнице, пошел ее посетить. Рядом с ним в палате лежит один хаким Сергея Калининского района, под 80 человек, вот такой солидный человек. И отец у меня такой активист, ему нужно, чтобы все люди молились, и он говорит с ним, почему ты не молишься. И он ему отвечает, какой могут молиться эти же, и следующие кости я видел в могиле, о каком воскрешении идет речь. И действительно вот такая проблема состоит. И те люди, которые действительно не верят, или которые делают вид и не верят, эти люди, у них проблема заключается в том, что они не верят, что возможно такое воскрешение. Потому что шайтан ежечасно, ежеминутно этого человека зомбирует и говорит, слушай, это же, говорит, человек, мы умерли, похоронили, погрузили там полтора метра в глубину, и о каком воскрешении может быть речь? И это поддакивает человеческий НАПС, потому что НАПС уже нужно, чтобы человек не верил. НАПС тоже говорит, да, говорит, действительно, оттуда же, говорит, никто не вернулся. Действительно, вот на одной лекции студентка одна говорит, вот, говорит, моя соседка есть, она, говорит, меня спрашивает, слушай, Патимат, оттуда же, говорит, никто не вернулся, зачем ты молишься, говорит? Действительно, такая проблема состоит, но хвала Аллаху, который дал нам такую религию, в которой присутствует столько доказательств того, что и воскрешение есть, и потусторонний свет есть, и спрос есть, все есть. Потому что Аллаху Талла нам как качество доказательства послал пророка, который сам не умел читать и писать, и как правильно один человек сказал, он был неграмотный, который научил весь мир. Действительно, муржизатом нашего пророка, наряду с другим муржизатом, было то, что он не умел читать и писать. Почему Аллаху Талла, с одной стороны, покажется, он же любимый пророк, почему Аллаху Талла обделили его этими качествами читать и писать? Сейчас мы понимаем, что это было одним из таких достоинств. Почему? Потому что, если мы знали, что он читал и писал, мы могли бы даже теоретически подумать, а он оттуда-то переписал. Вот в 2003 году, по-моему, да и правда было одного такого знатока, в кавычках, статья одного ученого, он говорит, а, говорит, это, говорит, он переписал с Библией, говорит, переписал свой Коран. В то время в Мекке той Библии, которой этого не было, был единственный один варака, то есть дядя Хаджи Раджи Луанха, который знаком был с этой книгой, а так в таком оригинале что-то переписать у него не было. И как можно было переписать ту книгу, которая к нему не спосылалась в течение 23 лет по случаю? По случаю собирался он, по случаю даже отдельной такой книги не было. Вахишло, он диктовал, ее писали. И сегодня нам, ученые, нам, когда эту книгу видят, нам Аллаху Талла туда заложилось только доказательство, что любой человек, у которого хоть есть немножко извилин и немножко миллиграммов серого вещества, этот человек подумал, да, действительно, пророк 1400 лет назад это знание никак не мог знать. И Аллаху Талла Корану тоже говорит, И разве, говорит, человек не видит, что я его сотворил с каплей? И он, говорит, со мной спорит. Действительно, вот тот человек, который отцом спорил, я ему задаю такой вопрос. Слушай, тебе 80 лет, ты же 90 лет назад, тебя же не было. Не было, конечно, говорит. Но кто-то создал тебе с каплей, с невидимой, даже капли нету, под микроскопом только видно те частички, которые человек делает. Я говорю, с невидимой, тебя в таком виде создали, создали в лучшем виде. И ты отрицаешь того, кто это создал, и еще, говорит, о каком воскрешении может быть речь. Действительно, проблема в таком, Аллаху Талла, это Коран, когда не спасался 1400 лет назад, однажды к пророку пришел некий бедуин, и у него были в руках истлевшие кости, он где-то нашел. Он перед ним растолчил эту кость и говорит, слушай, Мухаммад, ты, говорит, говоришь, что это воскрешится, что ли, говорит? Действительно, да, перед всем населением он говорит ему, как бы хочет поставить нашего пророка, алейхи саляту ассалам, в неудобное положение. Действительно, если я принесу кость, скажу, из него будет новый человек. Как же? И через некоторое время Аллаху Талла не спасает к нему Коран и говорит, бисамилархаммархим, Айахсамул инсану Аллаху Нажма Аизамах, бальну савия бананах, говорит. Чего, говорит, человек думает, что ли, мы, говорит, эти кости не соберем? Мы, говорит, не только кости соберем, мы, говорит, кончики, отпечатки пальцев соберем. Тогда не было понятно, для чего это сказано, потому что из всего тела не говорится, что голову соберем, не говорится, глаза соберем, не говорится, что руки, ноги, а говорится, кончики пальцев, говорит, не соберем. И мы знаем, что где-то в 1858 году Уильям Гершель, английский ученый, он установил, что отпечатки пальцев даже у однояйцевых близнецов, они разные. И вот сейчас во всем мире есть больше 7 миллиардов человек, и нет ни одного человека, у которого одинаковые отпечатки пальцев. То есть Аллаху Таалла тогда говорит, не только мы человека воскресим, мы, говорит, каждому вернем его отпечатки пальцев. Каждому вернем его отпечатки пальцев. И Аллаху Таалла Коран еще говорит, Мы, говорит, вам покажем знамения, вас самих, человеку, говорит, в тебя, говорит, покажем. И в мирах пока, до тех пор, пока не станет тебе ясно, что истина. Конечно, человек, который хочет найти истину, который ищет истину, этому одна истина недостаточна. Потому что человек бывает, он родился, отец ему говорит, Аллах, есть воскресенье, есть судный день, он все поверил, ему больше доказательств не нужно. Потому что только нахождение этого мира, его нахождение, все это для него достаточно. А другой человеку, ему нужно доказывать, ему нужно доказывать. И поэтому имам Суити говорит, что Коран, это, говорит, интеллектуальное чудо. Аллаху Таалла специально рассчитал его на век научно-технической революции. И он способен привести ислам, начиная от бедуина, в среднем веке, который пас в своих коз в пустыне, и до самого последнего академика, который должен потрясти эти вещи. Потому что и эта область касается, начиная с кончика пальцев, до самой последней галактики, которую открыли вот недавно. Аллаху Таалла Коран говорит, что Я, говорит, клянусь местом, где была звезда. И еще повторяю, это говорит, если бы вы знали, очень сильная клятва. 1400 лет не знали, о чем идет речь. Потому что бедуин в пустыне, ему говорят, что Аллах клянется местом, где была звезда. Не самой звездой, не Солнцем, нечем. Говорят, местом, где была звезда. И люди не понимали. Только в 20 веке, кто хоть чуть-чуть металлоостроном, они знают, что мы сейчас видим не саму звезду, а место, где была звезда, несколько миллиардов, миллионов лет назад. Да же? Потому что скорость света какая? 300 тысяч километров в секунду. И вот в 2010 году Европейская Южная Обсерватория нашла звезду, которую они обозначили, которая называется ОДФ. 300 тысяч, 340. С лишним таким номером передали. Свет, который добирается до Земли спустя 13 миллиардов световых лет. Поняли? 13 миллиардов. Конечно, человеческий слабый мозг это не может переварить. Мы можем переварить там 100 километров в час, ну 200, ну максимум тысячку, а 300 километров в секунду, который идет свет, чтобы до нас добирался 13 миллиард световых лет. Это мы слова слышим, а вот не понимаем. Не понимаем. Поэтому вот такие чудо, Аллаху Таалла, вот сказал 1400 лет, если вдруг в зале оказывается такой астроном, который, фома неверующий, говорит, не верю, что если этот человек услышит это, этот человек должен на месте принести шагадат, который бывало очень много. Вот здесь сидит Хас Мухаммад Хачик, который в 85-м году, и Мухаммад, когда вот такие вещи читали, в Москве один российский ученый-метеоролог прямо на трибуне произнес шагада. Почему? Потому что он говорит, я, говорит, 60 лет изучал это, движение облако, это расположение, а он ему, говорит, найдено Коран, он говорит, не может быть Кораном? Как это Кораном? Кораном это когда было? А тут, он говорит, и то, что еще не нашли, наука еще не дошла до многих вещей, потому что, говорит, санури им, говорит, потом мы, говорит, покажем. То есть, сегодня для нас открывается та сторона науки, до которой мы дошли. Вот через лет 10, 20, 100, мы еще вперед пойдем, нам откроется еще одна сторона, потому что Коран универсальный, что она способна поразить того бедуина, который был в среднем века, и самого такого продвинутого академика в наши дни. Конечно, ислам это великое благо, которое Аллаху так дал, создал для людей. Поэтому Аллаху Тахалу говорит, я говорю, тебе делай на земле наместнику. То есть, сегодня ученые говорят, что вся вселенная создана под человека, чтобы он здесь жил. Начиная с концентрации кислорода, до уровня солнечной радиации, до движения солнца и земли вокруг солнца, все подстроено под человека. Этот человек создал все вселенное, и ему говорят, поклонись мне. И поклонение в чем заключается, ему не нужно кросс бегать, ему не нужно тяжесть, ему говорят, пять раз соверши намаз. Потому что ислам это ограничивается, если взять простого человека, начиная с шахада, который в жизни говорит один раз, и ему есть только один пятикратный намаз. Закат, если он разбогатеет, хадж тоже, если он будет в безопасном состоянии идти на хадж, и остается, кроме этого, год один месяц для пост. Вот это говорит ему, признай меня. И если есть человек, который говорит, даже в этом случае я тебя не признам, я тебя не знаю, конечно, этот человек заслуживает самых жестких наказаний. Конечно, в исламе нет ни одного запрета ради запрета, ни одного предписания ради предписания. Вот вчера в интернете смотрел, там есть шведский парламент принял закон, который запрещает мужчинам мочиться стоя. Посмотрите, какую мелочь. У пророка, алей-иссаляту, есть хадис, говорится, Казалось бы, какое дело пророку до того, как человек будет мочиться? Даже стыдно, так говорится, как мочиться, неудобно человеку. А шведский парламент от того, что установил, что мужчина, который мочится стоя, настолько у него негативных процессов, настолько много болезней оказывается, от этого исходит. Парламент шведский принял закон, который запрещает мужчинам мочиться стоя. Представляете, вот недавно, помните, вы по КВН, была одна такая задача, спрашивают. Американцы такие люди, у которых все разрекомендовано. У них, если покупаешь туфлю, там должна быть инструкция, как одеть эту туфлю. Если этой инструкции нет, если человек, не дай бог, там палец не так поставит, и ему этот палец подвернет, отсюда он разорит эту фирму. И они для американских солдатов, которые воюют в Ираке, поставляют туфли, и там бывает инструкция. И вот знатокам был задан вот такой вопрос. Что в этой инструкции говорится? Вы, кто смотрел, не знают. И там было что? Что эту туфлю нужно что делать? Себя делать. А? Себя делать. Нет. Переворачивать. Переворачивать. Почему? Потому что в жарких странах, в Скорпионе и туда-сюда, это нужно переворачивать. Вот два дня буквально назад у нас дома невестку Махачкале, дома ужалил Скорпион. Туфлю залез Скорпион, наступила и ужалил. Если бы она следовала сунне пророка, переворачивать туфлю перед кем одеть, она бы этого избегала же. Вот так посмотрите, Аллаху Талла, конечно, сказано, что Аллаху Талла про нашего пророка, алей саляту вассалам, говорит, «Все, с чем пришел пророк, это великая милость. Только вопрос, как мы ее понимаем. И, конечно, если мы будем на 100% следовать этой всей милости, мы 100% милость получим. Если мы 1% будем следовать, 1% получим. Если мы ничего не будем следовать, конечно, мы ничего не получим на этом свете, и не говоря на этом свете. Поэтому сказано, что ислам – это джаннатани, джаннатан на этом свете и на том свете. Потому что тот, кто следует по всей нормам салиманта, для этого на этом свете везде рай. Потому что беда наступает, сабру делает, он получает огромное возреждение. Радость получает, делает шукру, получает еще больше. Короче, как вам, Кабстанка, мусульмане, как бы не попал, все для него хорошо. Ас-саляму алейкум, арахматулах и таалу, баракатву. Ас-саляму алейкум, алейкум алейкум, алейкум алейкум, алейкум алейкум, алейкум алейкум. Здарова, откроет нам сердечный взор, чтобы мы видели знамения Аллаху алейкум. Продолжение этой темы о научно-медицинских основах исламских ритуалах мы попросим, Мухаммад Хаджи, декан медиков профилактического факультета Дагблет Академии. Доктор Медицинский, пожалуйста, Мухаммад Хаджи. Меня действительно выступление Мухаммад Хаджи настолько завело, что просто в продолжение этого хочется как-то еще одно относительно Эйжаза. Мы откроем им свои знамения нех самих. Вот даже если мы посмотрим сегодня даже на наши ладони, в ладонях мы увидим эти линии такие крупные, где на левой руке эта линия рисует по-арабски цифру 81, на правой руке он-то рисует цифру 18. Прибавляем эти две цифры, у нас получается 99. Это 99 имен Всевышнего, священного Коране. А 81 минус 18 получается как раз возраст наших пророков, Мухаммад Саламу, 63 года. А пять пальцев — это пять основ Ислама. И три фаланги, каждый из них, все, что делается хорошее, рекомендую сделать трехкратно. Трехкратно проводимые любые... При омовении, трехкратное омовение достигает самого максимального эффекта. Четвертый нейтральный эффект, пятый уже, наоборот, обратно идет реакция. При Сиваке также любые хорошие деяния, они до своего пика доходят при трехкратном ее совершении. Но, тем не менее, я хочу сказать, что у меня информация и про религиозные линии, и про другие моменты, касающиеся, я хочу сказать, это нисколько не наигранное высказывание, это намного меньше, чем каждую сидящую здесь в зале. Но, тем не менее, мне просто поручено выступать по этой тематике. И даже те знания, которыми я сегодня обладаю, те скудные знания, они мне позволяют сказать на научно-доказательной основе, что все ритуалы ислама, но здесь у меня речь идет больше, конечно, про омовение и намаз, а вообще не столько о омовении и намазе, и пост, и так далее, они в основе своей направлении на сохранении и усовершенствовании, скажем, здоровья духовного и физического здоровья человека. Вот недавно, когда работал с одним материалом, я был поражен, когда увидел, какое большое значение придается намерению немусульманских ученых, американских ученых. Они так и говорили. Сегодня, говорит, это слово, самое такое подходящее слово, намерение. Намерение человек имеет колоссальное значение для любых действий. Намерение перед омовением, это как бы нас вгоняет в состояние хюзура. Оказывается, при намерении уже, если человек уже регулярно делает намерение, если он привык выполнять какие-то дела, уже выделяются такие эндорфины, что фактически он получает эффект, как будто бы он это действие уже совершил. После намерения, когда мы собираемся молиться, мы уже начинаем, мы совершаем СИВАК. Но, к сожалению, сегодня у нас такого большого времени нет на это. Мы знаем даже, да, для научных конференций про одну болезнь, иногда даже целый доклад делается. Но я просто кратко и тезисно скажу то, чем я убедился, получив в достаточном количестве научно-доказательный такой материал из источников официальной медицинской литературы, научной литературы. Вот наш дагестанский известный легендарный секретарь имама Шали Мохаммад Аль-Аракхи в своей книге «Шарх Мабруз» уже писал, где в разделе «Аммовение и намаз», что совершив СИВАК, человек предупреждает около 75 своих различных заболеваний. Когда мне мой духой наставлен, когда он это все читал в свое время, я просто, конечно, автоматически это все повторяю, особо как не осознавал. Но когда по поводу своей диссертации, когда я оказался в Киеве, в Киеве я нашел материал в научной библиотеке, где действительно доказывается, что совершение СИВАК действительно предупреждает все эти заболевания. От каждой точки на границе десен и зубов, с внутренней поверхностью губ, АКС идет лечебная, так называемая, от биологических точек, лечебная волна идет ко всем органам человеческого тела. Регулируется его энергетика, сосредотачивается мыслительный процесс. И то, что уже достигнуто вначале в виде намерения, потом в виде СИВАКа, это уже в более высоком уровне, и высокий эффект как-то повторяется уже в действиях оммовения. И я хочу сказать, оммовение, к сожалению, мы не всегда придаем значение тщательному совершению оммовения. Я бы хотел не то, что вам посоветовать, я еще не на таком уровне, просто то, о чем я сам убеждался. Лучше всего смотреть, значит, как совершают оммовение люди, которые находятся в Тарикате в течение длительного периода. Их оммовение – это такая полная инструкция, куда выбирается весь оздоровительный комплекс китайской медицины, корейской медицины, су-джок терапии, все, что угодно там есть, когда они правильно совершают это оммовение. Даже движение рук оммовения настолько тщательно соблюдают и улучшают состояние здоровья человека, там даже восстанавливается, корректируется даже энергетика в меридианах и биологически активных точках. А если корректированная энергия в меридианах и биологически активных точках, в АЭФах, это существует, такого человека сбить с толку невозможно в любых ситуациях. А после, то есть получается, что мы совершили намерение, совершили сивак, совершили оммовение, вроде бы, да, уже, фактически на всех этих трех этапах, довели уже до высокой вершины, все работоспособны, всех внутренних органов, все гармонично работает. И в это время мы еще уже начинаем совершать намаз. Ну, мы так легко произносим это слово, но даже очень, наверное, трудно осознавать, что такое намаз, потому что человек уже становится перед Всевышним в это время. И вот в этом состоянии, когда человек совершает оммовение, намаз, и он уже фактически находится под бластью тех молитв, тех сур, которые он читает, и сегодняшняя наука уже установила, любые молитвы, любые суры, это 7-8 герц, они оказывают очень сильно благотворное тело на человеческий организм. И вот подготовленные на таком уровне организм мы читаем эти суры, суры Ту-Фатиха и другие аяты из Курана. Сегодня наука установила, на характер человека влияют те слова, которые он произносит вслух. А вы представьте себе, когда человек уже полностью оттекся от мира, и он начинает читать эти молитвы, какое будет на него оказано действие. Человек находится в прямом общении со Всевышним. И вот в это время, какое должно быть на него оказано действие. И фактически, Карабаль, что это центры разума уже в активном состоянии. Все подкорки, подкорковые центры, которые фактически обеспечивают нам только животный инстинкт, они подавлены под контролем разума. И у человека все свое действие, даже в мыслительном процессе человек уже находится под контролем разума. Он даже мысленно уже не допускает к себе неплохих мыслей. Один раз настроившийся такой и такой нахлынувшийся поток эндорфинов, который фактически как горючий материал обеспечивает на определенный этап времени, он до следующей молитвы, он никогда даже в мыслях не допустит возможность даже совершения какого-то неправедного, ну скажем, неразумного поступка. Вот потому в мусульманских странах нету проблеми так называемых трудных подростков, трудного возраста и так далее. Сегодня это большая проблема перед всеми теми странами, где подростковая преступность перехлёстывает. Мы даже потолюдно это все видим. Вот потому нам и рекомендовано обучать детей омовению и намазу с 7 лет. В 7 лет, оказывается, появляются первые энергетические потенциалы в организме, если их не регулировать, психика ребёнка может выйти из-под контроля. Родители слишком тщательны, у которых очень большие возможности. Может двоих-троих охранников нанимать для ребёнка, но ни один даже охранник не сможет в течение 24 часов ребёнка контролировать. А внутренняя энергетика у него работает в течение 24 часов. А если ребёнок будет совершать омовение и намаз, или просто же ребёнок, если будет в омовении, у такого ребёнка всегда контроль разума будет всегда выше над его желаниями. Вот исходя из этого, я хочу сказать осознанное такое, скажем, заключение, к которому фактически я пришёл уже давным-давно, и сколько бы ни учились, столько много там и находим такие факты. Это нам, вот нормы шариата, нормы ислама, нам нужны, по крайней мере, для того, чтобы мы выжили в этом, в таком трудном мире, для того, чтобы мы достойно могли и завершить эту свою земную жизнь. Спасибо за внимание. Могу подтверждение, то, что нам говорил, привести один аят Корана. Бисмиллях, рахмани, рахмим. Аллах в этом аяте говорит, воистину, в поминании Всевышнего Аллаха есть успокоение для сердец. Действительно, согласитесь, уважаемые братья и сёстры, те из нас, для того, что, конечно, все совершали намаз. Вот, когда мы спокойно совершаем намаз, после совершения намаза, вот, душевное успокоение будет, не так ли? Вот, те, посредневные проблемы, которые вот всё время нас преследуют, они же выходят на второй, третий, четвёртый план. Вот это имена действительно, рахмати си вишну Аллах, которые спускаются. Это душевное успокоение, которое невозможно купить ни за какие деньги. Вот человек может очень много денег потратить, для чего? Для того, чтобы свою душу успокоить жить. Он комфорт создаёт у себя дома, или машину покупает, или это, для душевного успокоения жить. Но нас не даёт ему успокоиться. Если действительно верующему человеку, как Михаил Хаджи говорит, это два рая, и в этом миру рай, и вахират и рай. Пусть Аллахова сделает нас из истинных, 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 истинных. И последнее слово я попросил Вас, Михаил Хаджи, представитель фонда имени Саджи, Михаил Хаджи, Аллахова, в общем-то, о религии ислам, о том, что наша религия, это религия добра и мира. У вас, в общем-то, Голосил он на лекцию, которая была посвящена вот этим значениям, значит, сивака, переомовывания. Я внимательно слушал его, и всё время я сопоставлял его каждое слово с научными данными, с деятельностью, скажем, многих клеток человеческого организма. А потом, после его выступления, я стал обобщать, обобщать стал, и вспомнил там китайскую иглу укаливания. Китайскую иглу укаливания когда-то в Советском Союзе вообще отрицали, даже смеялись над этим, над этим укаливанием. Я помню наших профессора, которые вообще говорили, это примитивное дело, это примитивным людям рассчитано, и так далее, и так далее. А вот когда он докладывал вот эту тему, я думаю, посмотрите, то, что в Китае изучают 16-17 лет в медицинских институтах, вот это результат этого обучения получает 6-7-летний ребёнок, родившийся в мусульманской семье при Амвене. И дальше Мухаммад сам тоже очень был рад этим выводам, потому что он, наверное, об этом, может быть, не думал, он просто так каждый детализировал, а я немножко стал обобщать. А потом появились умные мысли. Не только это непосредственно соприкосновение, даже когда слово какое-то произносит где-то, скажем, здесь голодный человек, там ему говорят, что тебе принесут кипячёное молоко. Оказывается, вот это слово, даже до питья этого кипячёного молока в его желудке создаётся такая биологическая среда филиментных систем, кислот филиментных систем именно для освоения этого молока. А если мы ему сказали, что там придётся теперь мясо, уже оказывается, даже до уже белотания этого куска мяса в желудке уже создано такое условие, такие филиментные системы, которые необходимы для освоения этого мяса. Умственное, вообще, чем Аллаху подарил нас, человеку, это самое большое ценное – это разум. Разум. У кого сильно развит разум, этот человек способен ревизировать свой навс, свою личность ревизировать. А других ревизировать, других обвинять нам очень легко. А вот все веры выявлять, и свои ошибки выявлять, и самокричность нашей правил – это не каждому. Для того, чтобы эта сторона была развита, этот человек должен находиться под влиянием какого-то человека, который его очищает, его дух очищает. Вот мы как говорим, в ахлу тарика. Вот только эти люди. Я очень часто встречаюсь с такими большими людьми, вроде такими большими учёными. У меня как-то привычка была ещё, ещё в юношеских лет, когда я видел от Гудыка, и кто-нибудь такой сидит, более такой разумный человек. Я у него обычно спрашивал, скажи, пожалуйста, то, что ты в жизни делал, за что ты переживаешь, то, что ты в жизни упустил, не делал, и это за что переживаешь. Расскажи мне. И каждый, значит, человек, соответственно, умственное развитие, интеллектуальное развитие, он говорил. Я помню, вот, из нашего селения был Агабек, умный человек, наука тоже была у него достаточная. И этот человек, вы тоже спросили, я говорю, Агабек, скажи, пожалуйста, то, что ты совершил в жизни, за что ты переживаешь, и то, что упустил в жизни, и за это тоже. Расскажи мне вот это сами. Расскажи мне, он мне сказал, до 45-летнего возраста я не оказался, говорит, в старикате. Только вот это я переживаю. Потому что он видел себя до 45-летнего и после 45-летнего. Это значит, когда мы вроде беседуем с какими-то людьми, но слух идёт, это большой, учёные и так далее, и так далее. Когда к нему подходишь, немножко начинаешь его внутрь понимать, у него настолько, оказывается, сильно развитие эго, своё я, что он особенно Ибилису даже не уступает. У него настолько, значит, представление о себе, и он вообще не в состоянии не то, что себя реализировать, даже реализировать, объективно реализировать окружающих. Вот почему среди нас часто возникают такие спорные, жаркие спорные вопросы. А тогда как среди асхабов у них никогда не возникали такие споры. Потому что сподвижники пророка Аллахи салатуласалам, они при каждой неудаче в жизни чего-то, он искал себе причину. Это, наверное, моя война. Это, наверное, из-за того, что у меня барраката нету. Наверное, я где-то, наверное, ошибся, поэтому она из-за меня. Я помню в Махачкале тоже, один великий учёный, это сын Ахиса Хасан Аханди Мухаммад Алиев. Когда в городе что-нибудь такое произошло, это, наверное, из-за меня. Это, наверное, из-за меня. Как из-за вас? Где-то какой-то маленький такой деталь, мол, у мужчины. Поэтому вот нам, рельму, у нас знание, это рельму хоть изучали, не изучали и так далее, все равно человек что-то знает, это рельму. Рельму – это знание. Рельму обязует человека, обязует... Две вещи обязуют рельму. Две вещи. Первое, чтобы он этот рельму сам передал другому. А второе, чтобы сам тоже делал Амал. Здесь поступил один вопрос. Ханад Хаджи ответит на этот вопрос. И, уважаемые братья и сестры, наш благодатный мочилизь, наше собрание построит концу. Здесь какой интересный вопрос, который в народе почти, ну, через одно присутствует. Спасибо тому, кто задал этот вопрос. Если этот вопрос он был, мы не подняли. Здесь звучит так. Если соблюдать все суммы пророка, например, женщина, когда заниматься семьей, детьми? Их надо одевать, кормить, обучать, ставить их на правильнику. Песни семьи никто, кроме тебя, не зарабатывает. Святой Ильич, такой сильный вопрос. Если так подумать, вот люди вне ислама, у них бывает преступление, вот такое же представление, что ислам войти – это все конец. Там теперь молитвенный коврик, и дальше уже ничего невозможно. Что же все понятно? Такое представление бывает. Но на самом деле, я в своем уступлении сказал, Аллаху Таала сотворил человека. Него предписал только 5-ти кратные намазы ежедневные. И то, когда у человека в теле бывает 100 километров сосудов. Вот один, любой сосуд, за не только будет, человек умирает. Вот один рассказывал знакомому, вот один человек, молодой парень, разговаривал по телефону. Все. Он упал, там трубка упала, там с матерью разговаривает. Мать кричит, сынок, что тобой? Кто-то под нас сказал, ваш сын умер. Аллаху Таала, то есть получается каждому из нас Всевышний каждую секунду дарит жизнь. Каждую секунду дарит жизнь. И нам говорят, 24 часа в сутки я тебе подарил, с каждого часа 1 минута говори со мной. Вот обязанность этого человека. Больше нету. А что же делать с этой женщиной? Если женщина, занимаясь детьми, если она сделает намерение, каждое ее движение, каждый ее шаг, каждое то, что она делает, она может вернуть на путь Ислама, на путь Сунны Пророка. Сунна Пророка воспитывает детей. Сунна Пророка одевает детей. Сунна Пророка доставляет детей. То есть есть одно намерение достаточно. Вот в канаве бывают, вот идут две канаве. Вот один камень положил, эта вся вода может идти в другой канал. Вот одно намерение, как он тоже правильно сказал, одно намерение способно кардинально изменить жизнь человека. И этой женщине единственное, что нужно, добавить туда намерение. И больше ничего не нужно. Она пять раз поговорит со своим Творцом, и все в рамках Ислама, если сделала, это будет самая правильная женщина. В хадисе сказано, что женщина, совершающая катикал и намаз, исполняющая фаст, и которой доволен муж, она войдет через любые из восьми ворот рая. То есть человек, который погибает на заводе. Мужчина, ему только один ворот. Женщине восемь ворот. Поэтому женщина Ислама привилегированная. И ей остается только соблюдать путь Пророка. И этим намерением является. Поэтому, вот, когда говорится, все соблюдают, они думают, что уже катастрофа. Нет. Обычные намерения, то, что сама делаешь, делаешь, и больше ничего не нужно. Дорогие, братья и сестры, наши. Маджилис, можно сказать, подходит к концу. Разрешите мне от имени здесь присутствующих, а также от имени Муфтия Ахмад Ажи. Вырезать вам благодарность, благодарность вашему руководцу. И пусть Аллаху та Аллаху та с тавфих, чтобы мы собирались и в последующие. Я думаю, здесь немало полезного. Здесь они рассказали. Пусть Аллаху та Аллаху та с тавфих нам, чтобы следовать тому, что здесь рассказали. Ассаляму алейкум. Уважаемые участники нашей встречи. Разрешите мне поблагодарить от вашего имени наших алинов, наших гостей, которые нашли время, приехали к нам, погладяются Гаджи Мухаммадом. С этой трибуны сегодня прозвучало очень много ассиатров, которых должен соблюдать каждый мусульманин. Мы это прекрасно понимаем. Я считаю, это прошло мероприятие на уровне. И вам всем спасибо за то, что нашли время принять участие на нашей встрече. Спасибо всем.